Здарова, друзья! Хочу снова представить вам несколько автолайфхаков или советов для автомобилистов, которые помогут чуточку упростить вашу жизнь. Надеюсь, мои советы вам понравятся. Не будем затягивать и начинаем. Поехали! Залить масло в двигатель без воронки и ни капли не расплескать мимо вам поможет обычный шарик. Откручивайте пробку горловины. Натяните шарик на канистру, так чтобы он сидел плотно и не слетал. Затем ножницами просто отрезаем кончик шарика. Откручивайте заливную горловину на двигателе, поместите конец шарика в горловину и можете заливать, не боясь пролить мимо. Ни одной капли масла не прольется. Добавляйте нужное количество масла, затем зажмите шарик и извлекайте его. Все чисто. Шарик оставьте прямо на канистре и заверните его конец внутрь. Закрывайте крышку и ставьте масло на хранение. В следующий раз, когда вам необходимо подлить масло, можно просто развернуть шарик и подливать. Все просто. Следующий. В прошлом видео не всем понравилась идея с лазером для гаража с ямой. Конечно же, в гараже, в котором есть смотровая яма, необходимо зеркало на противоположной стене, в которое будет отлично видно машу машину. Теперь, когда вы заезжаете в гараж, видно линию шасси. И вы точно не проедете мимо. Можно заезжать смело. Зеркало – отличная штука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь самый безумный лайфхак. Круто, когда в вашей машине есть партроники и дисплей с камерой заднего вида. Все-таки установить камеру с дисплеем – это не дешевое удовольствие. А если у вас дешевая машина, но камера иногда, ой, как нужна, что же делать? На помощь вам придет эндоскоп для смартфона. Можно заказать длину до 10 метров, так что длины его точно хватит. Эндоскоп используется для любых целей. Замеряем диаметр камеры и подбираем нужное сверло по размеру. Устанавливаем на шуруповерт и сверлим багажник под нужным углом. Продеваем камеру в отверстие. И хорошенько закрепляем камеру к левым пистолетам. Эндоскоп закреплен. Прячем провод с помощью изоленты и проводим его в салон. Теперь подключаем камеру к смартфону и видим все, что находится сзади вашей машины. Смело сдавайте назад, не боясь врезаться в стену или в бордюр. Можно включать эту камеру именно тогда, когда она больше всего нужна. В результате вы получаете неплохую камеру заднего вида всего за 400 рублей. Ссылку на эту камеру я оставлю в описании. И еще лайфхак. Все мы когда-то ездили на отечественных автомобилях, но практически никто не знал такой функции задних сидений. Когда вы хотите освободить немножечко место сзади. Внизу на креплении сидения есть крючки, которые его оттягиваются. Оттянув крючки по обе стороны сидения, можно снять сидение с оси и откинуть его. Сбоку особенно хорошо видно, как сидение снимается с оси. И устанавливается обратно без проблем. Такие сидения одинаковые на восьмерках, десятках, четырнадцатых и приорах. Удивите своих друзей, они вряд ли знали о такой функции. Пользуйтесь советом. В прошлом выпуске всем понравился эффект от зубной пасты и запотеванием стекол. Но еще многие советовали попробовать пену для бритья. И я решил попробовать. Для эксперимента я взял пену для бритья и гель. Точно так же я отметил зоны, куда я буду наносить наши средства. Для начала гель для бритья. Наносим на стекло тонким слоем. И тщательно все удаляем сухой салфеткой. На вторую зону наносим пену. Все по тому же сценарию. Главное все тщательно удалить. Проверяем кипяченой водой. И видим отличный эффект, такой же как от зубной пасты. Очень круто, ведь пена есть в каждом доме. Вывод. Пена отлично справляется с запотеваниями. Воспользуйтесь советом. Ну вот друзья, я надеюсь вам понравились данные лайфхаки. Если понравился хотя бы один, ставьте лайк. Подписывайтесь и смотрите все видео нашего канала. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем добра. Всего хорошего. Пока.